Денис, здравствуй. Привет-привет. У нас еще пока есть время для начала трансляции. Решили скрыться в дворах Петербурга. Идеальный дворик такой для того, чтобы начать трансляцию. Размяться это всегда очень важно. Впереди час прямого эфира. Так, ми-ми-ми-ми-ми, распеться. Ребятки, у нас сейчас идет прямая трансляция, поэтому мы видим, что вы подключаетесь. Мы также видим ваши комментарии, которые вы будете оставлять. Поэтому пишите, задавайте вопросы. Мы будем смотреть, мы будем их читать, мы поговорим. И, собственно говоря, расскажите, откуда вы нас смотрите. Сейчас мы, собственно говоря, скоро начнем нашу экскурсию. Пока я прохожусь по моему двору, в котором я здесь жил. Денис, скажи, ты здесь был в этом дворе? Нет, я сегодня здесь вообще впервые. Просто мимо шел, открыта была дверкой, поэтому вот как раз с тобой встречался здесь, решил посидеть. Милый двор, классный, прямо на мойке в центре города. Такой оазис тишины, какого-то питерского комфорта, спокойствия. Такие дворы город украшают очень. Вот рядом с нами сидели друзья-блогеры. Мы сказали, что нас будет смотреть очень много людей, миллионы. Немножко, может быть, испугались. Нет, они спросили, что мы будем делать. Я сказал, что мы будем делать экскурсию по мойке. Они говорили, по какой помойке? И ушли. Поэтому сегодня помойок у нас не будет, сегодня у нас будет мойка. Друзья, мы начинаем нашу экскурсию ровно в 19.00. Пока мы прогреваемся, пока мы смотрим, что здесь интересное есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Здороваемся с малочисленными жителями этого района сейчас. Скоро мы вам покажем, что же прячется за вот этой аркой. Вот, Денис, кстати, вопрос. А вот этот кафель, как ты думаешь, это плиточка еще дореволюционная? Или все-таки советская? Вот, когда я сюда заходил, это был первый вопрос, который я сам себе задал. Потому что ответа не знаю, могу только предполагать. Есть все вероятности, что это больше, чем 100 лет. И мы могли как-то немножко, знаешь, подделать, такой глянец навести сегодняшний. Ну, во-первых, это застройка доходная, и дома-то все как раз века 19-го. Поэтому вполне может быть. В дореволюционном Петербурге, вот Петербурге, начало века, такие вот парадные, въездные арки обычно оформлялись очень богато. Поэтому вполне может быть. Мне очень нравится вообще ракурс. Вот этот кафель, эта керамика, и там дальше ограда мойки, как некое приглашение в путешествие. Вот эта вот полуоткрытая створка. Посмотрите, ну, правда, хорошо. У нас там будет официальное начало, но уже хочется в дорогу. Любовь Пуднякова передает нам добрый вечер. Любовь, добрый вечер. С любовью сегодня будем. Белокородский район, впервые с вами. Большое спасибо. И вам большое спасибо, что присоединились. Мы вам попробуем показать Петербург даже для нас в необычном ракурсе, в необычной обстановке. Тем более жителям Новгорода. Новгород старший товарищ Петербурга. Первое окно в Европе, это Новгород, конечно. Белогородская, это Белогородская. Белогородская, Белогородская. О, прекрасно, границ украины. Добрый вечер. Доже здорово. Сохраните, пожалуйста. Ну что, я вижу, что у нас люди присоединяются потихонечку. Краснодар с вами. Опа! Отлично. Темно у вас в Краснодаре. Напишите, сколько у вас. Мы тут мерзли, у нас плюс три сегодня. На Кубани уже там, наверное, все двадцать должны быть. Отлично. Ну что, Денис, я предлагаю нам с тобой начать эту прекрасную экскурсию. Поэтому в данный момент я буду выполнять роль оператора. Ну, а дальше, если хочешь со мной пообщаться, пообщайся. А я готов следовать за тобой и увидеть твоими глазами то, что ты хочешь показать мне и нашим зрителям. Юра, спасибо. А я как раз хочу Юру-то и представить. Несмотря на то, что вы его пока не видели, вы его уже слышали. Это Юра Дука, основатель как раз проекта Неватрип. И вот как раз вместе с его командой, с командой Неватрип, мы сегодня и проведем экскурсию для вас, друзья. Меня же зовут Зоткин Денис. Я буду сегодня вашим вот таким виртуальным экскурсоводом, если хотите. Ну, наверное, какое-либо такое больше официальное вступление, с вашего позволения, чуть позже и на берегах Мойки. Пойдемте туда. Дворик хоть и милый, но мы его оставляем, тем не менее. Может быть, вернемся сюда после экскурсии, посидеть, обсудить, как она прошла. Но все-таки команда Неватрип – это прогулки по рекам и каналам Петербурга. Поэтому выходим мы с вами, друзья, на набережную Мойки. Здесь можно особо даже не смотреть по сторонам. У нас с одной стороны тупик, там зеленый мост ремонтируют, а вот с другой стороны чудесная набережная. И вот тут мы как раз и начнем. На моих 19.00, а это значит, что будем начинать, друзья, экскурсию нашу виртуальную, виртуальное открытие сезона сегодня, 15 апреля. Сегодня, между прочим, день рождения Леонардо да Винчи, друзья. Те, кто чтут этого великого итальянца, вот вам, конечно, отдельный привет. Плюс, знаете ли, город на берегах не вы, вообще-то итальянцы-то и строили. И мы сегодня увидим немало работ именно этих великих зодчиков. Город будет несколько необычно выглядеть. Мы с вами все понимаем, какая непростая ситуация сейчас и в мире, и в нашей стране. Поэтому, друзья, соблюдаем все те меры предосторожности, которые нам рекомендованы. Во-первых, у нас дистанция с Юрой 2 метра. Бывает, что будет больше. Ни с кем на эту дистанцию я не буду встречаться ближе, прогуливаясь по набережной сегодня. Маску не надел по одной простой причине. Не рекомендуют нам носить их на открытом воздухе в помещении. Это другое помещение. Сегодня не пойдем. На руках перчатки. Мы бы с удовольствием пригласили вас на борт нашего катера. И посадили бы человек 50 на борт катера, который прошел бы по мойке. Но сегодня это невозможно. Поэтому оставайтесь дома, друзья. Не в заперти, а в безопасности. Оставайтесь дома для вашей же безопасности. А мы покажем вам город, каким он вот прямо сейчас предстанет перед нашими взорами, перед вашими в том числе. Покажем его, как будто бы мы на борту катера. Потому что пойдем по самым набережным. В Петербурге это возможно. Пойдем мойкой. Увидим зимнюю канавку. Увидим канавку лебяжью. Увидим чуть-чуть фонтанку. Это самый что ни на есть центр Петербурга. Города на воде. Города, который и называют Северной Венецией. Русским Амстердамом. В который раз подчеркиваешь, что город этот без воды немыслим. И город этот и появился-то 300 лет назад, как именно город-порт. Как в первую очередь крепость в окружении Невских вод. Которая должна была, конечно, увековечить именно за российскими войсками, за русскими войсками Устиневых. Об истории Петербурга легко почитать в интернете. Мне кажется, интереснее будет сегодня посмотреть, как же он все-таки выглядит. Какого он цвета. Как он сегодня в середине апреля смотрится. И главное, что мойка для этого река идеальная, потому что это, во-первых, самый центр города, раз. А во-вторых, все эти здания, которые мы с вами вот так опрометчиво сейчас за разговорами прошли, крайне важны для русской истории, для русской литературы, для вообще становления России как великой державы. Например, позади меня остается, посмотрите, высоченный огромный рыжий дом. Это набережная мойки, дом 40. В свое время здесь был Демутов трактир. Филипп Якоб Демут, фламандский купец, здесь основал небольшую гостиницу, которую действительно очень любили многие петербуржцы первой четверти века 19-го. Например, здесь останавливался Пушкин. Александр Сергеевич здесь какой-то рекордно короткий срок, меньше чем за три недели, напишет свою знаменитую поэму «Полтава». Причем, смотрите, как интересно, друзья. Мы же знаем Пушкина по Мойке 12. Пожалуй, самый знаменитый Пушкинский адрес в Петербурге мы с вами еще увидим. Мойку смело можно назвать Пушкинской рекой. И этот великий москвич, который в Москве родился, тем не менее немыслим без Петербурга. И я думаю, что Пушкинские строки мы с вами еще сегодня тоже обязательно будем вспоминать. Демутов трактир оставляем, перемещаемся на противоположный берег Мойки. И встречать нас будет, конечно, одна из самых длинных по фасаду зданий Европы, друзья. Только представьте, это, конечно, здание главного штаба. Причем, заметьте, вот тут с цветом все понятно. Ярко-желтого цвета, с белым декором, с белыми полуколоннами, которые тянутся почти на полкилометра вдоль набережной. Это вот тот самый строгий стройный вид, который в свое время придаст Петербургу никто-нибудь, а итальянец Карло Ди Джованни Деросси. Ну, пойдем, пойдем, Вера, пойдем. Но, если мы таким темпом будем обходить здание главного штаба, нам точно понадобится пару часов для того, чтобы это сделать. Оно огромное. Интересно, что здесь были квартиры для служащих, министерства, ведомства. В свое время здесь даже жил канцлер Российской империи, никто-нибудь Александр Михайлович Горчаков, соученик Пушкина по лицею. Любопытно, что сегодня чуть ли не все здание целиком уже принадлежит Государственному Эрмитажу. И здесь выставка, хочу я вам сказать, не менее интересна, чем в Зимнем дворце, что отсюда в двух шагах. Ну и главное, визуально, как смотрится, посмотрите. На первый взгляд, вроде бы монументальная, тяжеловесная постройка. Но с другой стороны, это тот самый классицизм, который здорово украшает Петербург. Так, любил он простоту и линий постоянства. Безжалостный служил, но точной красоте. Родному городу дал пышное убранство, был славой вознесен и умер в нищете. Так, об авторе здания главного штаба, о том самом Карло Диджимани Дероси, скажет свое время поэт. В двух шагах отсюда на углу очередной доходный дом 19 века, куда в начале века 20-го, 1917-го, ворвались как-то красноармейцы. И как, давай печатать газету, правда! Об этом вот там эмиральная доска нам рассказывает, друзья. Чуть позже здесь откроется музей печати. Сейчас понятно, самоизоляция, он закрыт. Как только отроится, загляните. Поверьте, не все петербуржцы знают, кстати, что здесь такой музей. Ой, а что это мы все прямо-прямо? А если мы спустимся чуть-чуть к воде, друзья, пойдемте, пойдемте. Пойдемте, сегодня нам здесь никто не помешает. Здесь обычно летом швартуются кораблики. Это один из спусков к воде. Можно прямо даже вот так подойти. Кстати, а ну-ка воду попробую. Ох, я не знаю, сколько там в Краснодаре, но вода где-то около нуля сейчас у нас здесь. В мойке прохладно еще, конечно, в середине апреля. Но посмотрите зато, как красиво. В каменные берега мойка оденется чуть позже фонтанки и Невы, где-то в начале века 19-го. Но интересно, что когда гранитная набережная у реки появлялась, тогда владельцы близлежащих дворцов за определенную, понятное дело, мзду очень просили, чтобы вот такие вот пешеходные ступенчатые спуски были организованы рядом с их дворцами и доходными домами, что крайне логично. А если где в Петербурге вы видите спуски пологие, такие пандусы, то это означает, что неподалеку был рынок. И по этим пологим спускам пандусам очень удобно было, например, вкатывать бочки. Я не знаю, возьмет камера или нет, но на противоположной стороне отчетливо видны через равный промежуток вмонтированные в гранитную укладку бронзовые причальные кольца. Так вот даже сегодня катера, которые по мойке летом ходят туда-сюда, швартуются, используя их. Им 200 лет, они до сих пор строят. Ну, водичка очень хорошо. Если Юра сейчас не упадет в воду и не утонет, то мы пойдем дальше? Да, просто очень красиво. К нам передают привет. А тут вообще классный уголок такой. Если бы вы знали, друзья, а сколько вообще гигалитров спиртных напитков, выпито в ленинградских вот подобных закутках с видом на мойку, фонтанку, не ву, но об этом как-нибудь точно в другой раз. Сказал я про гранитные берега, мойки, не сказал про ограду, а посмотрите, как хороша. Особенно сейчас, когда вот так иду вдоль нее, можно даже все аккуратненько потрогать, не разнося вирусы, видите, я в перчатках. Дело в том, что потрогать ее удовольствие, ей 200 лет, она на свет появилась приблизительно, ну, одновременно с гранитными берегами. И главное, только представьте, сколько за 200 лет великих петербуржцев, проходя здесь, вот так невзначай касались ограды. Раз здесь неподалеку жил Пушкин, то вполне можно себе представить. Опа, ничего, нормально. Вполне можно себе представить, да, как и он. Стоял здесь чуть облокотившись. Все нормально. Нет, это не Юра упал, это просто камера у нас чуть поехала. Это камера. Все, мы готовы. Очередное доказательство того, что все в прямом эфире. И на часах сейчас 19.10. 15 апреля 2020 год. Нормально? Все отлично. Едем дальше? Хорошо. Так вот, иногда об этом не задумываешься, и многие петербуржцы так, знаете, мимо походя относятся к каким-то деталям своего города. Но это правда классно. Я лучше, наверное, вот сюда, тут микроавтобус. Ну, вот такие тоже красивые ржавые машины. Бывает, что стоят у нас на берегу Мойки, ничего. Иногда, знаете, в окружении какой-нибудь позолоты, который украшает очередной мост, хорошо смотрится вонючий КамАЗ, который едет на стройку. Ну, тоже бывает. Все-таки большой 5-миллионный город. Более того, хочу вам сказать, друзья, это самый большой город, находящийся вот на этой широте. Мы с вами вообще-то на широте Магадана и Рикьявика прямо сейчас. Тем не менее, это 61-е. 5 миллионов человек проживают в городе на Неве. А это немало. Но больше того, хочу вам сказать, что так много людей на таком крайнем севере вообще больше не живут. Вы не назовете мне городов-миллионников, которые находятся севернее Петербурга. Идем дальше. Что касается зданий главного штаба, то своим парадным фасадом оно выходит не сюда, а на Дворцовую площадь, конечно. Она отсюда в двух шагах. Это главная площадь Петербурга. Парадная, знаете, визитная карточка, презентационная открытка города на Неве, безусловно. И, естественно, мы с вами на ней сейчас, чтобы чуть побываем, но так, махнем в ее сторону, вы увидите ее основные доминанты. Но вот что интересно. Продолжением Дворцовой площади является не улица или проспект, как бывает частенько, а мост. В Петербурге такое случается. Этот мост называется Певческий. И вы его видите прямо сейчас впереди. Дело в том, что отсюда хотел бы обратить внимание на его ограду. Посмотрите, особенно в лучах такого заходящего петербургского солнца это смотрится особенно классно. Это настоящее чугунное кружево. Мост первой четверти 19 века. И ограда в виде таких вот пальмовых раскрытых ветвей. Это классно. Своё название Певческий мост получил от Певческой капеллы, которая здесь неподалеку. В свое время кобельмейстером здесь служил не кто-нибудь, а Михаил Иванович Глинка. Частенько бывает так, что здесь проходишь и начинает звучать музыка. Так вот совсем недавно на капелле появились такие... Ну что-то вроде аккуратно. Я думал, надо снять. Аккуратно. Нам важно не потерять, Юра, просто когда солнце, особенно в глаза, то видно плохо. А мы не будем здесь стесняться. И вот в самом центре моста встанем, чтобы все можно было рассмотреть. Про капеллу, наверное, чуть позже. С левой стороны от нас дворцовая площадь. И вот он тот плюс, который сейчас есть у вас, друзья. Когда летом вы приедете в Питер и поедете кататься на реках и каналах, здесь вы будете находиться под мостом. То есть вот там внизу мы на мосту сейчас. Как бы широким он вам не казался. А между прочим, действительно один из самых широких мостов в Европе. Не только в Петербурге или в России. Этот мост, повторюсь, продолжение той самой дворцовой площади, которую мы видим чуть впереди. Посмотрите, в самом центре, та самая Александровская колонна. Венчает ее ангел. Говорят, что чуть ли не портретная сходство с самим императором Александром Первым. А действительно, по указу Николая, будет эта колонна в свое время установлена. Только представьте, это, во-первых, монолит. Колонна никак не закреплена. И только из-за того, что она бесконечно тяжелая, вот так вот здорово держится в самом центре площади. Чуть глубинее слева видите вы позолоченный купол Исаакиевского собора. Один из самых больших христианских храмов, только представьте, на планете Земля. Можно смело их перечислить. Сан-Петри что в Ватикане, в Италии. Собор Святого Павла тот что в Лондоне. Санта-Мария де ла Фиоре во Флоренции. И вот он наш на почетном четвертом месте. Исаакиевский собор, который почти 40 лет строил Огюст де Монферран. А еще чуть-чуть правее, посмотрите, такой неслышный диалог со самой Александровской колонной ведет, конечно же, тот самый шпиль Адмиралтейства. Именно на иглу Адмиралтейства нанизан Невский трезубец. Три проспекта, которые южную часть центра Петербурга, можно сказать, образуют. Ну и давайте махнем в сторону той самой капеллы. Во-первых, здание хорошо смотрится, раз. Во-вторых, сам коллектив музыкальный ведет свою историю чуть ли не с 15 века, только представьте, со времен Ивана Третьего. И, конечно, это один из тех музыкальных адресов в Петербурге. Про капеллу не скажу, но, знаете, даже в годы ленинградской блокады работал большой зал филармонии. И в том числе, ну, можно сказать, что когда музыка в городе звучит, когда в городе играют в футбол, это значит, что город живет. И несмотря на режим самоизоляции, друзья, очень много служб прямо сейчас в городе работают для того, чтобы он жил, для того, чтобы он боролся. В том числе и мы стараемся вам его показывать. Идем дальше отсюда. Продолжаем путешествие по перчевку на стол. Сейчас будем аккуратненько его переходить и даже перебегать. Только не сейчас. Когда еще можно позволить себе вот такую роскошь в Петербурге? Вот это интересный уголок еще, друзья. Если кто смотрел удивительные приключения итальянцев России, так вот ровно отсюда, с этого ракурса, в свое время снимали те кадры, когда, если помните, в телефонной будке зажатого ковшом экскаватора купали с этого моста мафиоза. Вот все происходило ровно здесь. А они, негодяи такие, до этого хотели заминировать саму капеллу. Но там все обошлось, вы помните. Очень интересно, что мост этот, издалека это можно рассмотреть, имеет необычную конструкцию, типовую, он кессонный. Таких мостов, в первой черте, в века 19-го было довольно много в Петербурге. Вот это один из них, тот самый певческий. Мойка здесь потихонечку поворачивает, и от нее, сейчас вы это увидите, здесь отходит еще один канал Петербурга, называется он Зимняя канавка. Между прочим, один из самых старых в городе, он был прорыт еще при Петре. Кстати, главное отличие русского Амстердама от Амстердама, то, что в Петербурге в основном естественные те самые реки и каналы. Нева, Фонтанка, Мойка, это все те реки, которые здесь, в этом устье Невы, уже были. В Амстердаме другая история, все те каналы специально рыли для того, чтобы осушить местность вокруг. Ну вот и исключение, подтверждающее правило. Опа! Тот самый канал, который мы видим сейчас. Посмотрите, как здорово смотрится. Всего-то у нас всего четверть километра. Соединяет он Неву с Мойкой и прорыт, повторюсь, будет в 20-х годах 18 века. Свое название Зимняя канавка получила от Зимнего дворца Петра Первого. Находился он не на месте сегодняшнего Зимнего, а вот как раз здесь, где находится Эрмитажный театр. Плюс, посмотрите, как здорово, переброшены мосты через Зимнюю канавку. Их всего три. Мы находимся на так называемом Втором Зимнем. А вот перед вами мост, который соединяет... Точнее, не соединяет, а мост, который находится в месте пересечения улицы Миллионной и Зимней канавки. Это Первый Зимний мост. Юр, если мы чуть покажем его, вот там он чуть вдали, вот он, красавец. Дело в том, что это один из немногих мостов Петербурга, который был выставлен еще в 18-м столетии. Ему два с половиной века только. Представьте, он без капремонта несет свою вахту и силу. В этой части города совсем немного высоких зданий, поэтому, может быть, как-то особенно выделяется вот этот шестиэтажный высоченный дом. На нем, с той стороны, есть даже мемориальная доска, что здесь жил первый мэр нашего города, Анатолий Собчак. И вот по этим самым набережным гуляла его скромная дочка Ксюша. Мы идем дальше. Очень живописный здесь поворот и очень важный адрес. Вот сейчас, кроме шуток. Я не знаю петербуржца, который не знает мойки 12. Справа от нас, чуть впереди. Протяженное желтое здание с обилием белого декора. С двумя балкончиками, которые очень симметрично находятся справа и слева от центра фасада. И с двумя въездными воротами. Интересно, что этот дом один из самых известных в городе. Мы не можем сказать, кто выстроил. Мы не можем назвать точное имя архитектора. Так или иначе, принадлежал он княгине Волконской. И в 1936 году сюда переедет Александр Сергеевич, занимая практически весь первый этаж, 11 комнат. Это будет последний адрес Пушкина в Петербурге. Потому что уже зимой следующего, 1937 года, поэта не стало. Именно сюда, на эту квартиру, на мойке. Его привезут 29 января 1837 года. И именно здесь остановилось сердце поэта. Но знаете, как скажет Тютчип, тебя ж как первую любовь России сердце не забудет. Так и случилось. Не то, что Пушкина никто не забыл. Это действительно один из тех поэтов, который смог душу Петербурга передать в том числе и нам с вами. Очень здорово, что во дворе этого большого дома установлен был в скором времени памятник поэту. Очень здорово, что мойка 12 сегодня это Всероссийский музей имени Александра Сергеевича. И попробуйте, хочу вам сказать, в сезон оказаться здесь среди экскурсантов. Действительно, одна группа за другой. Довольно много школьников, довольно много путешественников буквально со всей России, которые приезжают сюда и хотят здесь оказаться. Очень этого вам, друзья, рекомендую. Или, может быть, выбирайте, например, путевки в Петербург вне сезона. Зимой оказаться здесь на мойке 12 может быть даже и попроще. Ну, а повторюсь, переехал Александр Сергеевич сюда на мойку годом ранее, в 36-м. И своему отцу напишет. Вот мой новый адрес на мойке близ Конюшенного мосту. Что любопытно, этот мост строили при Пушкине. Вы его сейчас будете видеть вот там чуть впереди. Мост однопролетный. Очень легко представить, правда, как мойку по нему пересекает, например, карета, запряженная четверка лошадей. Мост этот строили как раз в 30-х годах века 19-го. Он хорош потому, что, знаете, очень здорово вписан в уже сложившуюся петербургскую застройку. Петербург – это город ансамблей. Вот это важно понимать. Здесь не бывает... Аккуратно перейдем, может быть, чуть ближе к воде. Ага. Здесь не бывает отдельно стоящих зданий, которые никак не связаны с окружающей застройкой. В Петербурге все связано друг с другом. И здания ведут вот этот иногда неслышный, а иногда и очень отчетливый диалог. С мостами, с набережными, с каналами. То же самое можно сказать и про большой конюшенный мост. Причем, можно подойти чуть поближе вот сюда. И обратить внимание не только на вот эти чудные торширы с фонарями, которые здорово смотрятся вечерком, но и на фасады моста, посмотрите. Там хорошо видны бараны и бараньи головы. Это напоминание о том, что здесь в свое время была греческая слобода. И вот так конструкторы и оформители моста решили нам сами об этом напомнить. Это один из моих любимых видов купола Исаакиевского собора. Юр, спасибо большое, что успел снять между двумя зданиями, Более того, между двумя берегами мойки, чуть-чуть в глубине, тем не менее, вот эти 100 пудов чистого золота сверкают на таком редком, на таком ценном в Петербурге солнце. Вы знаете, кстати, особенно те, кто из Краснодара, что в Петербурге в год, знаете, сколько солнечных дней? Три-цать! Не триста, как в Ницце, а три-цать! За прошлый год, 2019, насколько я помню, было 28 всего-то, навсего. Поэтому солнышка нам здесь здорово не хватает, и когда вот такие солнечные вечера, как сегодня, так ну просто душа поет. Машин нет, а побежали. Никогда не делайте так, как мы, не перебегайте дороги, там где нет пешеходных переходов. У нас периодически как-то падает, плавает камера, друзья, не обращайте внимания, все нормально. Это не у вас так мониторы сильно как-то вот скривились, или сотовые в руках, нет, нет. Весь город в плавных поворотах, и лишь подчеркивает даль в решетках, арках и воротах классическая вертикаль. И плавно прилегают воды к седым гранитам городским. Большие замыслы природы к великим замыслам людским. Петербург очень поэтичный город, но эти слова поэта можно смело отнести вот к этому уголку, вот к этому повороту мойки. Посмотрите. Чуть впереди отчетливо видно, как река будет поворачиваться. Поворачивать плавно, но уверенно. И точно так же параллельно повороту здесь будет выстроено в 30-е годах века 19-го здание конюшенного ведомства. Точнее так, перестроено. Первые гаражи, конюшни, квартиры для служащих здесь появятся еще при Петре. Но именно в 19-м веке здание приобретает современный размах. Посмотрите. Это же почти целый квартал. Вот мы с вами сейчас будем идти и тянуться вдоль нашего пути будет лишь одно здание. То самое конюшенное ведомство. А главное там, где мойка повернет. Вот так, знаете, простреливая перспективу вперед, отчетливо виден, посмотрите, шпиль Михайловского замка. Домовой церкви. Церкви Архангела Михаила. Того самого Михайловского замка, к которому мы еще обязательно подойдем. Так вот, вернемся к заднюю конюшенную ведомство. А простите, а мы вам не мешаем? Ничего? Нормально? Вместе так гуляем? Хорошо? Нормально? Вы второй раз попадаете. Серьезно? А, ну да, на трассер. Как здорово. А вы здесь живете прямо в центр? Да, можно дальше. Давай как здорово. Я, если честно, никогда в Петербурге в центре не жил. Вот всегда завидую, что можно просто взять и пойти с собакой погулять по берегу мыть. Так вот, мы постараемся потише, чтобы вам не мешать. Здание конюшного ведомства у него может даже чуть остановиться. Сегодня выглядит, будем откровенны, так себе. Ну, посмотрите. Расписанный граффити забор. Раз. Где-то обвалившаяся штукатурка. Пару деревьев, которые растут прямо из крыши. Но в 19 веке это было огромное, большущее хозяйство. Здесь действительно были те самые конюшни. Представляете, такой, знаете, гараж особого назначения. В двух шагах отсюда зимний дворец. Здесь же многие конники или те, кто служили на конюшне, жили. Здесь хватало таких ведомственных квартир. У них была даже своя дымовая церковь. Конюшенная церковь. Попробуем ее сейчас чуть рассмотреть. Посмотрите, над крышей сверху несколько православных крестов. Эта церковь известна тем, что 1 февраля 1837 года Александра Сергеевича здесь отпевали. У здания непростая судьба. Вы же понимаете, когда город вот так вот уже с карет, да, и с лошадей пересел в автомобиль, тогда и конюшни, понятное дело, никому были не нужны. Интересно, что я только на своем веку помню, ну, наверное, 10 или 15 всяких разных назначений и каких-то непонятных музеев, которые были здесь внутри. Дай ему Бог здоровья этому зданию. Вроде как городские власти решили за него взяться и в скором времени нас уделят. А вот еще, друзья, интересная постройка. Вы сейчас очень хорошо видите, как на вас потихонечку надвигается таким треугольным ракурсом здание так называемого крытого рынка. Это постройка Джакомо Кваренге. Это рынок, который в свое время был одним из самых больших в этом районе города. А тот самый Александр Сергеевич Пушкин перед смертью сюда посылал замоченной морожкой. Это была его любимая ягода. Ягода северных лесов. Кстати, крыжовник тоже любил. Арина Родионовна ему очень любила делать крыжовинное варенье, вытаскивая иголочкой все семечки из каждой кружовинки. Представляете себе, что за труд вообще? Ну и приближаться сейчас будем мы с вами к одному из самых знаменитых мостов Петербурга. Чуть с левой стороны будет Дома Домини. Причем кому-то он известен по Серебряному веку, кому-то он известен, потому что там жил Герман и там снимали кадры фильма Брат. Но Дома Домини будет смотреть своим фасадом на начало канала Грибоедова. По нему сегодня гулять не пойдем. Но если приедете Петербург летом, обязательно прокатитесь на тех корабликах, которые не только мойку, фонтанку или Неву показывают, но и в том числе вот это узкое такое, знаете, русло, которое сегодня поворачивает. Как сказать? Поворачивающиеся, да? Изогнутые. Вот. Русло канала Грибоедова тоже показывают вам. Это очень здорово. Вы сейчас будете его видеть. Так вот. То место, где соединяются мойка и канал Грибоедова, это такой Т-образный водяной перекресток, над которым переброшен. Совершенно уникальный, не имеющий аналогов в Петербурге и в России мост, который называется Трехколенный. Более того, это целых три моста, которые опираются на одну центральную опору, которая и стоит в центре. И вот такой, знаете, эмблемой Мерседеса расходится в три стороны. Сейчас будем это рассматривать. Здесь очень романтичная атмосфера, особенно, знаете, в конце дня. Мы не случайно пришли сюда на закате, чтобы показать вам, как солнышко будет тихонечку садиться за петербургские особняки, как Позолото будет играть здесь с трехколенным мостом. Юрмашина аккуратно. И в том числе, как сейчас зажжется Позолотый собор воскресенье Христово или спас на крови. Это не самый веселый петербургский храм. Построен он на месте убийства императора, но один из самых ярких по внешнему облику. Мы прямо на мост и зайдем. Мы хоть и не свадебный кортеж, но тем не менее паузу здесь сделаем. Петербургские свадьбы обожают бить здесь бутылки с шампанским, потому что романтичнее места здесь на мойке пожалуй не найти. Так вот, вот это мойка. Та река, по которой мы с вами только что гуляли. Там чуть в глубине тот самый шпиль Михайловского замка. Вот здесь от мойки отходит бывшее русло речки Кривуши, а сегодня прямой участок того самого канала Грибоедова. И вы сейчас это будете видеть, что сразу после нескольких мостов а один из них между прочим пересекает канал Грибоедова там, где его пересекает Невский проспект. Так вот, чуть в глубине хорошо опять-таки виден дом компании Зингер, сегодняшний дом книги. Вот в этом глобусе кстати говоря находится петербургское отделение компании ВКонтакте. А еще чуть в глубине колоннада Казанского собора. Он сегодня является кафедральным Петербургом. Но мы два слова скажем конечно про Спас. Спас на крови как называют его в городе. Храм Воскресения Христова. Потрясающая постройка в таком неорусском, неовизантийском стиле. Ровно здесь на этом месте в марте 1881 года будет убит император Александр. Александр II царь-отсвободитель. Это будет роковая бомба того самого народовольца Креневицкого. Почти четверть века храм строили по проекту архимандрита Игнатия Малышева архитектора Парланда. В свое время уже в 20 веке почти четверть века ремонтировали. Помните Резенбаум пел «Мечтаю снять леса со спасанной крови». Мы с вами и сегодня об этом мечтаем. Зато обратите внимание на ту колокольню, которая находится чуть правее и заканчивается позолоченным куполом. Заметьте здесь даже каналу пришлось чуть подвинуться. Колокольня эта находится как раз над той частью набережной, где умирал смертельно раненый император. Что касается трехколенного моста, то правда шедевр. Посмотрите вот эти торшеры, вот эти фонари, как будто бы мы с вами в какой-то богатой гостиной петербургских дворян 19 века. Здесь хватает конечно интересных ракурсов. Мы будем продолжать двигаться дальше. И очень прошу вас отсюда полюбоваться тем Михайловским замком, к которому мы пойдем. А как хороши опять же вот эти знаменитые и пучки копий и мечи и стрелы и даже пятиконечные звезды на втором садовом мосту. Сейчас к нему пойдем. Напишите нам друзья, как, не устали? Не знаю, не скучно ли? Как вам свет сегодня в Петербурге? Как вам наша камера, которая периодически падает добавляя живинки такой? Что скажете пока идет? Холодно садятся аккумуляторы, а может нет. Денис, передаю тебе огромный привет. Какая радость видеть и слышать, особенно настоящий такой прекрасный день. День классный сегодня, с погодой точно повезло. Сегодня, вы не поверите, в Петербурге с утра был снег, потом чуть-чуть было дождя и ветра. И вот специально для нашего сегодняшнего эфира, для нашего, можно сказать, репортажа погода установилась. Пока никого нет, если вот сюда мы ее. Вот она примета нашего города, друзья. Вот такие кофемашины, посмотрите. У нас 18 секунд, чтобы рассказать о том, что Петербург это столица кофе. Петр первый в свое время эту традицию привез из Амстердама. До сих пор лишь только два города в Европе могут похвастаться музеем кофе и чая. Амстердам столица Нидерландов и Санкт-Петербург северная столица Руси. Я хочу сказать, что до сих пор на душу населения кофейных в Питере больше, чем в Москве. Зеленый, идем. Мне почему-то чисто инстинктивно хочется перейти на бег, наверное, потому, что оказались мы в такой садово-парковой части города. Сейчас будет опять зеленый, побежим туда. В центре будем откровенны. Не так много зелени. Но в Питере есть места, где можно побегать и где с удовольствием, кстати говоря, делают это петербуржцы. Например, вот тут. Мы побежим. Побежали, почему нет? Вечерние пробежки с командой Неватриб. Почему мы бежим именно здесь? Потому что здесь соединяются воедино два петербуржских парка. С левой стороны от нас остается парк Марсово поле, сейчас о нем поговорим. А с правой стороны Михайловский сад. И вообще, буквально через пару недель здесь будет зелено. И прямо надо мной будут такие зеленые шапки. Но бег не мое. Сейчас будем очень долго отдыхать. На самом деле, Марсово поле, правда, зеленый оазис в центре Петербурга. Полным-полно, знаете, мамаш, которые выгуливают детишек, людей, которые гуляют собаками, кто-то катается в велосипеде, кто-то просто на травке валяется. Это не запрещено здесь, в центре города. И действительно, такой зеленый прямоугольничек, его отлично видно. Тут в двух шагах еще и летний сад. И зелени здесь хватает. А история Марсово поле потрясающая. Это было болото. Болото, в котором находились, а точнее, из которого вытекали две речки. Мья, сегодняшняя Мойка, и Кривуша, нынешний канал Грибоедова. Болото потом засыпали, сделали военный плац. Люблю воинственную живость потешных марсовых полей, пехотных ратей, коней, однообразную красивость. Писал в свое время поэт. А потом, в 17-м году, это место станет местом выступления первых революционеров и местом их погребения. Здесь будет первым в Советском Союзе зажжен вечный огонь. И когда, опять же, судебные кортежи приезжают сюда фотографироваться, не все в курсе, что они фотографируются на кладбище. Но это так. А с другой стороны, с противоположного берега Мойки, встречает нас Михайловский сад. Кстати, ничто не помешает нам сейчас спуститься чуть ближе к воде. Юр, пойдем? Так. Опа. Так, так. Ну давай. Ну не так это, конечно, просто, но тем не менее. это единственный участок набережных, фонтанки, Мойки или Невы, где отсутствует каменная набережная. И вы это отчетливо видите сейчас, друзья. Никакой литой или чугунной ограды, никаких гранитных берегов. Вместо них вот такая невысокая банкетка и пологие вот такие, покрытые газоном откосы. А это таким образом как бы сливает воедино два парка Марсово поле и Михайловский сад. И это дает нам с вами ощущение такого зеленого романтичного уголка в центре города. Вообще, летом здесь всегда кто-нибудь отдыхает, кто-нибудь жует свои бутерброды. Здесь шмартуются опять-таки в ряд кораблики, которые катают нас с вами по рекам и каналам города. А вот посмотрите, как выглядит и знаменитый павильон-пристань. Так. Я вот так чуть приближусь и о нем пару слов скажу. Дело в том, что автор и Михайловского дворца, что чуть в глубине, и вот этого павильона один. Нам с вами уже хороший знакомый, тот самый Карло Росси. Вот этот желтый цвет, вот эти вот белые колонны, это его такой, знаете, ну, можно сказать, фирменный знак. Плюс гранитом отделан сам павильон-пристань и, конечно, можно себе представить, как небольшой ялик или ботик или лодка здесь швартуется для того, чтобы дамы в прекрасных платьях, широкополых шляпах отправлялись гулять по Михайловску усаду. Так частенько случается и сегодня. Поднимаемся? Солнце сегодня потрясающее в городе для того, чтобы мы с вами все смогли рассмотреть. Мы туда не пойдем, но пару слов сказать о нем тоже нужно. Пожалуй, главный, самый знаменитый и самый старый сад Петербурга летний. Отсюда через лебяжью канавку в двух шагах. Он буквально на год моложе города в 1704 был разбит. Лично Петр I сам из Голландии выписывал редкие луковицы тюльпанов. И здесь сам, размахивая тяпкой лопатой, их высаживал. Более того, в саду всегда было полным-полно водоплавающих птиц, животных, даже много лебедей. Лебяжья канавка. Она так называется и сегодня. Прогрохотал трамвай, вы слышите? Это знаменитая троечка, третий номер. По улице Садовая идет, а потом будет пересекать по Троицкому мосту Неву и пойдет туда по Петроградке. Ленинградский трамвай это, конечно, вообще отдельная песня. Я предлагаю тоже пропустить один зеленый свет, немножко постоять здесь, на мосту, потому что красиво. это первый садовый мост. Садовому назван потому, что это садовая парковая часть Петербурга и зелени здесь хватает. А первый, потому что переброшен был через мойку почти 200 лет тому назад. Только-только победили Наполеона Буанапарта и еще вполне живы были все вот эти патриотические убеждения, и поэтому так много посмотрите воинские атрибутики. И торшеры с фонарями выполнены в виде пучка копий. И эти стрелы, и эти мечи, щиты, которые здесь в ограде. Мост очень здорово украшает город и, конечно, здорово сочетается с архитектурным шедевром начала 19 века. Друзья, мы с вами отсюда в лучах заходящего петербургского солнца видим Михайловский замок. У него вообще непростая история, более того, история трагичная, император Павел Петрович, Павел Первый. У него непростые отношения с матушкой были, Екатериной Второй, если помните. Так вот, он после ее смерти не пожелал оставаться и жить в зимнем дворце. А приказал выстроить специально для себя не дворец, а замок со всех четырех сторон, окружив его водой, понаставил пушек. И за какие-то считанные три с небольшим года замок был выстроен. Сегодня чуть ли не единственный на территории России замок, выстроенный по западноевропейскому образцу. Более того, та церковь, которую видите, домовая церковь Михайловского замка, она архитектуре больше напоминает католические храмы. Дело в том, что Павел был магистром католического мальтийского ордена. И не будучи рукоположным, только представьте, здесь служил Месс. 10 секунд до перехода. Пойдемте. Переходить будем в Садовую улицу, по которой проехал трамвай и которая когда-то петляла на задворках тех садов и огородов, которые разбивала петербургская знать. Свои особняки они строили на фонтанке река отсюда в двух шагах. За особняками находились сады и огороды, поэтому Садовая. А в 19 веке она станет чуть ли не главной транспортной артерией Петербурга. 2500 магазинов и лавок было тогда. Только представьте, сегодня намного меньше. Нижнелебяжий мостик, друзья. На него сейчас мы зайдем. Если бы ехали сейчас на машине чуть побыстрее, то немножко вот так вот екнуло бы в груди. Верхнелебяжий той стороне, посмотрите. Это и есть длина летнего сада, потому что вот этот идеальный прямоугольник зелени. Даже петербуржцы не всегда задумываются о том, что летний сад целиком и полностью находится на острове. Но это так. Со всех сторон окружается водой, с той стороны Невой, лебяжьей ганавкой, мойкой и фонтанкой. Хорошо, поехал, да? Сейчас дороги пустые, так раздоли для тех, кто любит поездить побыстрее. Это очень выигрышный, посмотрите, фасад. Северный фасад Михайловского замка. Здесь полно рельефов, чудесные скульптуры, колонны, которые поддерживают портик. Архитектура, правда, необычна. Но замок стал для императора роковым. Он успел здесь прожить считанные 40 дней. После этого он будет убит заговорчиками в спальне. Царствовать станет его сын Александр. Именно он будет победителем Наполеона, того самого Корсиканского чудовища. А дворец долгое время будет стоять даже недостроенным. Пушкин напишет пустынный памятник тирану забвенью брошенный дворец. Где-то только в середине века 19-го здесь откроют инженерное училище, одним из воспитанников которого будет, например, Федор Михайлович Достоевский, еще один известный петербуржец. Ну, а сегодня это один из филиалов русского музея. Только все закончится. Я, друзья, приглашаю вас сюда, конечно, на те выставки. Их легко афиши найти в интернете. Я тут, как-то вы не поверите, был на выставке картин Сильвестра Сталлоне. Ну, где это еще можно посмотреть в Петербурге? В Михайловском замке. Ну, что же, на очень важный перекресток, друзья, идем мы. Попробуем сделать так, чтобы ни меня, ни Юры сейчас не сбили машины. Мы аккуратненько здесь перебежим и окажемся на берегу фонтан. Нас пускают от интеллигентных петербургских водителей. Отлично. Он и не знал, что он попал в вечность вообще в наше видео. Друзья, важный перекресток и еще один городе. Посмотрите, как хорош в ту сторону. Пантелеймоновский мост. Опять же, наверное, один из самых пышных в городе. Двухглавые орлы, которые поддерживают имперскую корону. Щиты, маски, боевые, топоры, копья. И чуть в глубине та самая церковь Пантелеймония Анны, в честь которой мост получил свое название. Это предпоследний мост на Фонтанке, а именно ее вы сейчас видите. Своё название река получит по тем самым фонтанам летнего сада, которые питались ее водой. И Фонтанка, можно сказать, что здесь начинается. Чуть выше по течению будет прачечный мост и уже Нева. Оттуда Фонтанка берет свое начало и такой плавной дугой, огибая весь центр Петербурга, вновь в него впадает. В общей сложности где-то километра шесть. Но здесь от Фонтанки направо уходит наша мойка. Вот это исток мойки, тапа, который мы с вами сегодня гуляли. И здесь, друзья, есть самый маленький памятник Петербурга. Так, если не знать, можно смело пройти мимо. Но мы знаем, поэтому как раз и хотим вам его показать. Более того, в наше непростое и неиспокойное время этот памятник очень полезный. Он умеет исполнять желания. Памятник Чижику-Пыжику. Училище Петра принца Альденбургского которая находится здесь неподалеку еще в 19 веке прославилась своими воспитанниками. Они носили такие манишки из желтой и воротнички их называли Чижиками. Одним из выпускников этого училища был не кто-нибудь а Петр Ильич Чайковский. И говорят, что чуть ли не лично ему принадлежит мотив той самой знаменитой песенки Чижик-Пыжик где ты был на фонтанке вот купил. Так вот, в 1994 году Резо Габриадзе известный выдумщик и юморист решил вот так увековечить в бронзе тех самых Чижиков. И здесь появилась вот эта маленькая крошечная статуя этой чудной птички. Это уже не первый Чижик по счету. Их регулярно воруют. Мы частенько возвращают на место. Но традиция никуда не делась. У меня монетка. Я попробую попасть вот на ту самую полочку. Если это случится, то мое желание сбудется. Друзья, а я желаю, чтобы наш с вами привычный, приятный, понятный, такой любимый мир как-то, знаете, возобновился. Чтобы можно было всех вас пригласить в Санкт-Петербург, посадить на наши катера и прокатить помойки, фонтанки и Неве. Поэтому дай бог, чтобы так оно и случилось. Это не значит, секунду, Юра, если монетка сейчас свалится, то ничего не произойдет. Монтажа не будет, ты понимаешь. То есть не надо попадать, да? Главное, чтобы попало, если что, в воду. Вот, в воду. Точно, если я попаду сейчас в фонтанку, то все сбудется. Да, то навигация и будет. Виртуальное открытие сезона 2020. Каким он там будет, черт его знает, но он точно будет. Мы объявляем открытым. С вами была команда Неватрип и Зоткин Денис. Мы встретимся в Санкт-Петербург. Спасибо все вам, ребята. Вы можете писать нам вопросы, мы на них можем ответить. Денис, а может быть немножко прогуляемся? Пошли! Назад! У нас же экскурсии нету. Пойду вперед. Давай вперед. У нас экскурсии нету. Сразу, знаешь, когда экскурсия закончилась, так сразу фу, так вот мы выдохнули и можно спокойно пойти гулять. Да, что-то с камерой это произошло, либо замерзло, либо не замерзло, теряло телефон. Друзья, напишите нам, это вообще сильно мешало или как-то ладно и бог с ним или прям действительно сложно было смотреть, что периодически она сворачивалась. Я запинался от того, что вижу, что там все у нас как-то повольно, ничего, другая сторона, зато в прямом эфире. Зато вот все так, как оно есть на самом деле. А мы уже идем по фонтанке, что пишут нам, Юр? Я вот сейчас жду, у меня пока не обновляется. Сейчас посмотрим, что ребята пишут. Денис, какая... Так, это я уже читал, шикарный экскурсовод, просто супер, спасибо огромное. Спасибо вам, что смотрели, отлично. Приезжайте в Петербург, покатаем вас вживую. Так, сейчас мы... Денис, скажи, где мы сейчас гуляем? Мы пошли по фонтанке, чтобы немножко, вот так, что называется, сменить воду. До этого мы гуляли по берегам мойки, а это та самая фонтанка, которая, можно сказать, тоже здесь начинается. Река пошире, река постарше одевшаяся в гранит. И, между прочим, кстати, петербуржцы точно знают, как мойку от фонтанки отличить. Дело даже не в застройке, об ограде. Вот давай сразу остановимся и покажем. Мы только что показывали ограду мойки, там была чугунная, там была литая, да, такая очень красивая. Это кованная, причем кованная вручную, только представьте. Она еще в конце века 18-го стала вот такой. Ей 220-230 лет, только представьте. То есть, шедевр деколативно-прикладного искусства, которому, конечно, приятно прикоснуться и сегодня. Фонтанка, в отличие от мойки, долгое время была рекой Загородной. Мойка, центр, фонтанка, окраина. Петербург века 18-го, он вообще здесь, не то что заканчивался, он тут даже не начинался. Еще в 19-м веке здесь проходила граница. И поэтому на фонтанке, во второй плане 18-го, в начале 19-го века, больше строили, ну, почти загородные усадьбы. Нам сегодня в это не поверить, да, сегодня здесь дорогущая недвижимость, центр, фонтанка, но 250 лет назад на том берегу прыгали зайцы, уже начинали встречать проезжающих, выезжающих из города какие-то там разбойники с большой дороги и так далее, и так далее. В этом смысле, конечно, очень интересно, какой путь прошел город. Постепенно вот от этой усадебной застройки фонтанка особенного второй плане века 19-го начинает застраиваться доходными домами. Вы отлично видите, что особняки сменяются такими высокими, по 4, по 5 этажей, домами относительно, не то чтобы однотипными, но может быть не такими яркими по архитектуре. Дело в том, что тогда Петербург был столицей, население города второй плане века 19-го резко начинает расти, всем нужно где-то жить. И дворцов на всех не хватало. И поэтому свои дворцы надстраивают, расширяют владельцы для того, чтобы сдавать там квартиры и комнаты в наем. Говорили, что иметь доходный дом в Петербурге выгоднее, чем золотые прииски в Сибири. Даже так. И, собственно говоря, те самые доходные дома, их мир, их быт очень здорово описан русской классикой, тем же Достоевским, тем же Гоголем, например. Фонтанка в этом смысле река и литературная, и музыкальная, и, конечно, река Труженица. Вот этих вот ступенчатых спусков, пологих спусков набережных здесь полным-полно, потому что вдоль Фонтанки хватало рынков. А Петербурге же здорово не хватало дорог на протяжении веков его развития. И поэтому реки и каналы были как раз такими важными, необходимыми, оживленными транспортными магистрами. Вот тут интересный мост. Смотри, инженерный мост, под которым здесь есть вода, но если смотреть с той стороны, например, то там она заканчивается. Он с той стороны засыпан. Здесь в свое время при Павле был прорыт канал, который его Михайловский замок и окружал, а потом мосты восстановили, но уже не стали канал возрождать. Поэтому очень любопытное место. И здесь же памятник Петру, не знаю, видно или нет, чуть в глубине. Пока не видно, но я думаю, мы можем подойти. Да, окей. Идем? Пойдем. Денис, расскажи, как ты думаешь, что такое сезон 2020 туристический в городе, в Санкт-Петербурге? Что ты можешь Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я думаю, что самое главное нам действительно набраться терпения. Абсолютно точно Идем, да? Абсолютно точно он будет. Абсолютно точно он случится и совершенно точно мы вас очень ждем в городе и, конечно, приезжайте. Но совершенно точно это не нужно делать тогда, когда это просто опасно. И нам с вами сейчас задача действительно остаться дома для того, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась. Вот и все. Давать какие-то конкретные сроки, прогнозы, какого числа можно будет прилететь. Ой, друзья, точно не буду. Сам буду рад вас видеть, как можно скорее. Хорошо. Друзья, на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Это была наша такая первая пробная история. Мы люди, которые хотим дарить эмоции каждому гостю нашего города, жителю. Поэтому мы не можем сидеть дома. Мы рискуем жизнью. Мы идем гулять. Мы смотрим этот город. Если вам понравился такой формат экскурсии, то пишите нам. Мы постараемся технически подготовиться получше и показать вам что-нибудь очень интересное по тем местам, по которым, наверное, в обычный туристический день, ну, так сказать, обычно это обходит стороной, а мы можем куда-то заглянуть. Денис, мы же можем куда-то заглянуть в какие-то очень тайные-тайные, непонятные, секретные, несекретные. Конечно, Петербург это матрешка. Если начинаешь ее раскрывать, то после Дворцовой площади Адмиралтейства оказывается, что там еще полным-полно всяких разных Петербургов. Петербург Достоевского и Петербург Гоголя. Ленинград, то есть советский Ленинград, представляете, советская архитектура. Крайне любопытно. Петербург 21 века, например, еще не все видели нас, красавец, стадион и, конечно, тот самый Лахта-центр. Петербург исторический, Петербург архитектурный, Петербург гастрономический. Как только нам откроют ресторан, мы пойдем туда есть и покажем, как это все вкусно. Ну, а реки и каналы это самый центр Петербурга, поэтому, конечно, по ним гулять можно бесконечно и, главное, кроме парадных мест, с которых мы погуляли сегодня, полным-полно тех закутков, тех уголков, где точно есть что посмотреть. Все, друзья, всего вам доброго. До встречи, мы вас ждем в Питере.